Здравствуйте! Это Суть дела. Мы продолжаем попытку разобраться в современной российской налоговой политике. В современной редакции основных направлений 2019 года сформулированы три ключевые цели бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики. Первое. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. Второе. Обеспечение устойчивого роста экономики темпами выше среднемировых. И третье. Создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора. Перечислены и стратегические задачи. Повышение качества инвестиций в основной капитал и увеличение их до объема до 25% ВВП. Рост уровня занятости и повышение производительности труда. Повышение конкурентоспособности российских товаров и предприятий. Рост вовлеченности в глобальную торговлю. Великие цели. Достойные великой страны. Но когда мы смотрим на конкретные меры, которые государство планирует предпринять для достижения вышеупомянутых целей и решения задач, ну, честно говоря, обескураживает их мелкий масштаб. Например, мы видим следующие задачи в налоговой сфере. Уточнить правила учета некоммерческих организаций. Ввести ответственность для резидентов территории опережающего развития за невыполнение инвестиционных проектов. Уточнить порядок создания резервов на оплату отпусков в организации и так далее. Абсолютно понятно, что эти меры направлены на решение каких-то частных, сиюминутных, как правило, чисто технических задач. Но они точно не решат проблему попадания России в клуб стран крупнейших экономик мира или повышения конкурентоспособности отечественных производителей. Ярким примером непредсказуемости налоговой системы, несмотря на неоднократные заявления руководства правительства и Минфина, является ситуацией с неизменностью налоговой нагрузки на бизнес. Вот, например, вице-премьер и министр финансов Антон Герныч Силуанов, выступая на парламентских слушаниях 10 октября 2016 года, заявил, налоговая нагрузка не будет меняться в ближайшие три года. А через 10 дней правительство России вносит законопроект 11.708.7, в котором предлагает ограничить размер убытка, который можно учесть для налога на прибыль, увеличивает ставку пеней в два раза и передает льготу по налогу на имущество, подвижимому имуществу и имуществу, расположенному на российской части дна Каспийского моря, на региональный уровень. А через полтора года повышается ставка НДС. «Мы не будем повышать налоговую нагрузку, однозначно», заявляет Силуанов на съезде Единой России 8 декабря 2018 года. И менее чем через год правительство инициирует законопроект номер 720.839.7, в котором предлагает запретить учет убытков при реорганизации организации, вводит предельный срок на возврат налога налогоплательщику и предлагает продлить мораторий на учет убытков в полном объеме еще на 4 года. Хорошо, что в конечном итоге по решению депутатов эти предложения не вошли в итоговый текст принятого закона 325 ФЗ. А правительство почему-то предлагаемые меры отказывается признавать повышением налоговой нагрузки. А что же тогда следует понимать под термином «неизменность налоговой нагрузки»? Ведь даже если посмотреть на официальную статистику по сбору налогов, то мы увидим, как увеличивается объем средств, изымаемых из экономики в виде налогов. Наши налоговые органы любят понятные для себя бизнесы. Когда есть традиционные активы, когда можно увидеть потрогость, заводы, здания, оборудование, другие же страны стремятся привлечь в качестве резидентов особых экономических зон прежде всего поставщиков услуг, а не промышленные производства. Очевидно, что структура экономики меняется, поэтому мировые тренды сейчас состоят в том, чтобы повышать косвенное налогообложение, но снижать налог на прибыль, налоги на фонд оплаты труда, чтобы стимулировать развитие новой экономики, притянуть к себе именно технологичные компании, которые основную прибавочную стоимость создают за счет мозгов, а не железа. Но это уже вопрос не просто наполняемости бюджета налогами, но и вопрос, какую экономику в нашей стране мы хотим видеть через 5-10 лет. Когда руководитель Федеральной налоговой службы гордо докладывает президенту, что при экономической рецессии его ведомство взыскало налогов на 29% больше, чем в прошлом году, это вызывает вопрос о корове, которую нужно меньше кормить и больше доить. А гордость министра финансов профицитным бюджетом при неизрасходованном триллионе рублей вообще удивительно. Зачем было держать корову в проголодь, чтобы даже не выпить так мучительно сцеженное из нее молоко? Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Продолжение следует...